что ищет мужчина в женщине что ищет мужчина в женщине для чего женщина создана и какую женщину обычно выбирает мужчина я могу сказать вам это все заключается в ее слове или ее предначертанном слове который звучит как женщина скажите на какое слово из русского языка или какое одно один род есть в слове женщина и с каким словом она совпадает женщина это слово женственность а какая-то женственная женщина женственная женщина это подразумевается можно поставить тире она является нежной то есть по-другому можно сказать чем нежнее женщина тем больше в ней женственности а скажите какое есть слово в мужчине мужчине слово мужественность согласны чем больше у мужчины мужественности тем больше мужчина может тем больше у него шансов быть с женщиной ты что обычно женщины пытаются забрать у себя они пытаются забрать у себя то что больше всего привлекает их в глазах мужчин что привлекает нежность вы представляете а как проявляется нежность вот смотрите грубые картины и нежные картины нежная нежная картина это допустим это допустим микеланджело то есть на ней изображены подробно вены сосуды людей изображены губы потрясающей красоты глаза очень красивые лица практически на всех картинах микеланджело его поклонник а скажите а грубость где подразумевается а грубость подразумевается в картинах допустим допустим пикассо в кубизме то есть все режет глаз все имеет резкие движения не имеет пластичности то есть можно ли сказать что в одном случае художник стремился к проявлению нежности а в другом случае как с пикассо проявлением грубости или мужественности вы представляете тогда глядя глазами на женщину что хочет увидеть мужчина резкие формы или он хочет видеть нежные формы а что подразумевает нежные формы это краски это цветы это ухоженность это ровность какая-то я не знаю это природа наверно какая-то красота не однополярность вы понимаете вот смотрите черный квадрат и теперь нарисуем четыре картины черных квад черный квадрат только они будут красный квадрат синий квадрат желтый квадрат и фиолетовый квадрат вот очень часто женщины напоминают четыре квадрата а там должен быть микеланджело это конечно никто никому ничего не должен это естественно но просто чтобы люди понимали вообще как это проявляется естественно сейчас говорят о моде очень много говорят о сексуальности дело в том что особенность сексуальности заключается вот в чем дело в том что мы жили в советском союзе когда-то и в советском союзе была социологическая идея такая вырастить из людей интеллектуальных высокодуховных толерантных милосердных и у нас не говорилось о сексе нас говорилось о любви сочиняли стихи о любви были фильмы о любви интимной жизнью никто не интересовался она стабильно было то есть не разделяли мужчин и женщин как-то постоянно это все у всех было даже когда-то женщина сказала не помню по моему фурцева в семидесятом или восьмидесятом году сказала на заседании он о том что секса в нашей стране нет я с ней абсолютно согласен в советском союзе такого пошлого слова как секс не было потому что им все занимались думать о сексе было некогда но когда пришел капитализма мы живем сейчас буржуазно-капиталистическом обществе прикрытая одним словом где демократия на самом деле не нужно прикрываться этим словом всем и так понятно что мы живем буржуазно-демократическом обществе где слово секс является элементом которому должен стремиться человек почему но дело в том что сама по себе идея секса это идея выживания то есть как можно сделать из интимных отношений продажные отношения как можно при помощи там ног и рук заработать деньги но это очень по буржуазном очень по капиталистическому не учитывая характер человека не учитывая доброту что такое высокая духовность поменять большое количество партнеров для этого много ума не нужно или сделать там оплодотворить большое количество людей для этого много ума не нужно а вот прожить с одной женщиной или с одним мужчиной так чтобы до самой смерти быть верными так чтобы видеть глаза и думать об этом человеке так чтобы не обращать внимание на других людей это сложный путь он и есть духовный очень часто в советском союзе люди жили по принципу духовного пути сами это